Учебно-тренировочный сбор Актюбе продолжается, и мы представляем вам еще двух новичков нашей команды. Один из них, Игорь Зинькович, хорошо знаком актюбинским болельщикам по выступлениям за Акжаик и Карагандинский шахтер. С этого года Игорь – игрок Актюбе. Варянца кто бы возник не так давно, то есть ко мне обратились, клуб обратился к шахтеру и решили этот вопрос, то есть я дал согласие. В прошлом году Игорь стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана. Львиная доля голов была забита за Акжаик. Казалось, что в Караганде нападающие еще больше станет забивать, но вдруг что-то не заладилось. В принципе, Уральск – это команда, ну, отличается от шахтера. Там никаких задач не было, то есть играли спокойно, без какого-то там давления. А шахтер – это команда, которая ставит перед собой всегда высокие задачи, вот. И тем более они играют, ну, проповедуют не комбинационный футбол, а более силового плана. Вот. И где-то, может, ну, может, где-то что-то не пошло или что, может, не мой стиль игры по этому. Но все равно, в принципе, как бы еще как бы нужно адаптироваться в команде. Я не так давно был, я думаю, что как бы за полгода, и я тоже забил, можно сказать, во всех турнирах 9 мячей. Я думаю, это тоже не, как бы, не очень маленький показатель, хотя и не во всех играх играл, вот. Поэтому ничего там нет такого, что там я забивал столько здесь, то есть, ничего страшного. Теперь игр надеется, что в новом клубе он легко впишется в игровую схему, кстати, которая нападающему по душе. Да, да, да. Вот я как бы сразу же заметил, что, как бы, ну, такое ощущение, вот, как и в Уральске. То есть, мне все нравится, то есть, команда комбинирует, вот. Ну, нужно еще привыкнуть к требованиям, вот. Но, как бы, я рад, что я попал сюда. Команда играет в такой футбол, который нравится всем. И зрителям, и, ну, всем, ну, когда команда контролирует мяч, вот. Поэтому мне больше такой футбол нравится, чем силовой. Многие форварды жадны до забитых мячей. И порой получается так, что нападающий жаждет забить сам, хотя в более выгодном положении находится партнер по команде. Игорь Зинькович не относит себя к таким форвардам, хотя не скрывает, что также очень жаден до голов. Я всегда дам передачу, вот. Как бы, я люблю забивать, как бы, и правильно все говорят, что, как бы, нападающий должен быть, как бы, жадным, ну, жадным. То есть, бить сам, то есть, но если ситуация будет выгодная у кого-то, чем у меня, то я без проблем отдам. То есть, я никогда таким не отличался, что, если мне будет неудобно, то я, то я буду все равно делать, как мне. Нет, я, то есть, играю на команду, вот, поэтому. Свежеиспеченный форвард Ак-Тюбе всегда нацелен на ворота соперника. И ему нет разницы, как забивать со стандарта или с игры. При необходимости Игорь может взять на себя и роль штатного пенальтиста. Кстати, за годы, проведенные в Казахстане, Зинькович реализовал все свои удары с точки. Да, могу. Я в Уральске исполнял пенальти, в Шахтере исполнял пенальти. То есть, мне доверяли. Вот. И не промахивался. И могу, могу без проблем. Если вдруг тренер решит, кто там решает, то без проблем могу подойти. Многие актюбинские болельщики привыкли, что в последние несколько лет умеющих исполнить стандарт в Ак-Тюбе немало. Сейчас, кроме Старожилов и вот уже Зиньковича, появился еще один футболист, готовый перехитрить всю оборону и вратаря точным ударом со штрафного. Насчет правильности звучания его фамилии до сих пор немало споров. Поэтому мы решили узнать правду, что называется из первых уст. Пизели. Ну вот, по крайней мере, теперь этот вопрос уже не будет подниматься в среде болельщиков. Итак, знакомьтесь, Маркус Пизели. Хотя у Маркоса итальянские корни. Таких людей в Италии называют ориунди, итальянцы по крови, народившиеся вне пределов Италии. Хотя сам Пизели считает себя бразильцем. Маркос, несмотря на довольно молодой возраст, человек серьезный. После того, как получил предложение о переходе в Ак-Тюбе, он изучил информацию о новом клубе из всевозможных источников и лишь потом только подписал контракт. Ну, был вариант у меня с арендой. Руководство Ак-Тюбе переговорило с руководством Краснодара. Посовещавшись, оговорили, что после аренды, если руководство Ак-Тюбе захочет, может быть и выкуп контракта. Я интересовался насчет клуба у своих бывших и нынешних партнеров. Сначала мне об Ак-Тюбе рассказал Зилао, с которым мы вместе играли в Краснодаре. Интересовался я и у Роберта Арзуманяна. Он успел поиграть в составе Ак-Тюбе в Лиге Европы и ни в одном матче. Поэтому отзывы были со всех сторон положительные. Я, недолго думая, решил согласиться на переход. Пизелли, по признанию многих специалистов, очень серьезное усиление состава. Футболист может играть и на флангах, и по центру. И, как мы уже отмечали, со стандартами у него все в порядке. Но сам Маркос лучше всего чувствует себя в роли атакующего полузащитника. Вообще мне нравится позиция плеймейкера. В украинском чемпионате, а потом в России, в Кубани я играл на флангах. В сборной играл в нападении. Но позиция на поле, где я больше всего люблю играть, это под нападающим, так называемая чистая десятка. То есть атакующий полузащитник. По природе своей Пизелли максималист. Одним из аргументов в пользу перехода в Ак-Тюбе стал тот факт, что команда не просто будет участвовать в Лиге чемпионов, а стараться пробиться в группу. И это, по мнению Маркоса, вполне реально. Я верю в это, поэтому и перешел в Ак-Тюбе. Я видел по прошлым матчам, что все шансы на выход в групповую стадию Еврокубков у команды есть. Играли очень неплохо. Сейчас я с командой почти месяц. И уже понял, что есть хорошие игроки, тренер, атмосфера, руководство. Я подписал контракт и очень надеюсь, помогу команде. Кроме футбола, у Маркоса есть еще одно большое увлечение. Животные со своей супругой, а она у Маркоса врач-ветеринар, в буквальном смысле слова воспитывают собаку. О ней Маркос может говорить долго. Ну, вы знаете, у каждого человека есть свои интересы и увлечения. Я всегда любил животных, как и моя жена. К тому же моя супруга по образованию врач-ветеринар. Эта собака оказалась у меня тогда, когда я еще играл в Армении, в Пюнике. Мы с женой очень привязались к ней, как к ребенку. Балуем ее, делаем все для нее. Ее имя даже красуется на руке рядом с именем моей жены. Здесь имя. Собак имя. На армянском. Есть еще одно увлечение у Пизели, хотя точнее будет, наверное, сказано способность. Маркос легко обучаем языкам. Кроме португальского, испанского и английского, футболист, играя в Армении, за два года в совершенстве овладел армянским языком. Об этом свидетельствует тот факт, что интервью он давал именно на армянском, а помогал нам с переводом Роберт Арзуманян. Маркос немного говорит по-русски, но пока еще не в полном объеме и немного стесняется этого. Я уже понимаю чуть-чуть по-русски. Когда мне тренер сказал на установку, что надо делать на поле, я уже понимаю. Просто разговариваю очень тяжело у меня. И посмотри, 6-7 месяцев позже я хочу лучше говорить по-русски. Пизели готов через полгода заговорить и по-казахски. Маркос считает это само собой разумеющимся, так как собирается работать в Казахстане. Ну а пока первые слова на казахском специально для болельщиков. Так, как тебе? Да, наверное, да. В общем, я истину к Казахстане. Кара-руха Казахстане я помню. И мы нашли новый банк, как бы мы говорим. Салем, Актоби! Продолжение следует...